Девочки и мальчики Я сегодня по пути в школу уже увидела на траве и опавших листьях белый иней. Да, конечно. Но что вас беспокоит? Я знаю, что в конце осени все медведи в лесу ложатся спать до самой весны. Почему это происходит? Разве можно так долго спать? Действительно, медведи заранее подготавливают свою теплую, удобную постельку из сосновых веток и сухих листьев. А вы помните, как называется жилище медведей? Да, мы помним. Оно называется берлогой. Правильно. Так вот, в этой теплой, уютной берлоге косолапый хозяин леса проводит всю зиму. Почему? Я объясню вам это с научной точки зрения и с шуточной. Объяснение первое. Медведи – самые крупные лесные хищники. И для поддержания своей пышной формы им необходимо очень много энергии, которую они получают из пищи. Летом и ранней осенью все хорошо. В лесу много еды. И мишки стараются побольше наедаться всего вкусненького, чтобы под своей толстой шкурой запасти побольше жира. Тогда им не будет страшна холодная долгая зима. Все это время медвежий организм будет получать необходимое из собственных запасов жира. Поэтому совсем неудивительно, когда медведи весной, вылезая из своей берлоги, оказываются совсем худыми и голодными. Ведь весь их жирок был израсходован во время долгой спячки. И что же, медведи за всю зиму и даже не просыпались? Вообще-то, сон медведя больше похож на дрему. И его очень легко разбудить. Тогда беда. Проснувшегося медведя называют шатуном. И это крайне опасно. Злой, не выспавшийся и плохо соображающий, медведь такой может напасть даже на человека. Вот поэтому и советуют в лесу не шуметь, чтобы не беспокоить лесных жителей и не навлечь неприятностей на себя. Понятно. Я постараюсь себя вести в лесу тихо и расскажу об этом всем своим друзьям. А вот поэт Александр Коваленков придумал для детей забавную историю о том, почему медведь зимой спит. Вот послушайте ее. Раз морозной зимой вдоль опушки лесной, шел медведь к себе домой в теплой шубе меховой. Шел он, шел к своей берлоге по проселочной дороге. И шагая через мост, наступил лисе на хвост. Подняла лисица крик, зашумел темный лес. И медведь с испугу вмиг на сосну большую влез. На сосне веселый дятел белки домик конопатил и промолвил. Ты, медведь, должен под ноги смотреть. С той поры медведь решил, что зимою нужно спать. По тропинкам не гулять, на хвосты не наступать. Он в берлоге безмятежно спит зимой под крышей снежной. И доволен неспроста, что родился без хвоста. Ой, а я песенку такую слышала. А мне мама такую пела. Правда? Замечательно. А у меня для вас есть еще и сказка про медведя. Ее написал Сергей Владимиров. Вот послушайте. Давным-давно, когда еще все звери умели разговаривать друг с другом, на земле было одно время года – лето. Здорово, да? Всегда лето. Круглый год цвели яркие и красивые цветы, зеленела трава. Кустарники и деревья были покрыты крупными зелеными листьями. По лесу бродили различные животные. Они питались травой и папоротниками, грибами и ягодами, орехами и желудями. По берегам рек и болот прогуливались журавли и цапли, выискивая себе на обед вкусную рыбешку или лягушек, улитку или червячка. Все животные жили постоянно на своих местах, знали друг друга и по утрам обязательно здоровались с пожеланиями доброго дня. Какие вежливые зверюшки! Да, вежливость всегда приятна. Много лет так продолжалось, но однажды с далекого севера подул холодный ветер, пошел белый крупный снег, небо заволокло тучками. Наступила зима, и природа сразу стала меняться. Уже не было видно ни бабочек, порхающих над красивыми цветками, ни зверей на лесной поляне, ни быстрых рыб в прозрачном озере. Все покрылось белым-белым снегом. Замерзли реки и ручьи. Солнышко скрылось далеко-далеко за горизонтом. Наверное, птицы и животные очень сильно испугались. Конечно, все случилось так неожиданно. И тут птицы и звери стали решать, где им жить зимой и чем питаться. Заяц сказал, я могу жить зимой под кусточком. Есть мелкие ветки, кору деревьев и кустарников. Я здесь остаюсь. Следом белка произнесла, а я найду дупло в старом дереве, наношу туда мха и шерсти, и будет мне тепло в моем доме. А за лето сделаю запасы грибов, орехов, желудей. Вот зимой и будет чем не питаться. Я тоже остаюсь в этом лесу. Тут лось, сказал. У меня копыта широкие, я в снегу не провалюсь. А есть я буду ветки ивы, рябины, березы и осины. Я тоже решил остаться. Вдруг поднялся птичий гомон, и соловей со скворцом попросили слова. А мы не можем оставаться здесь на зиму, ведь мы питаемся насекомыми, ягодами и семенами, а зимой их не найти, так что мы улетаем. Стать перелетными птицами решили журавли и лебеди, грачи и цапли, жаворонки и трясогуски. Но были птицы, которые решили остаться зимовать у себя дома. Какие смелые птицы! А что же они будут кушать? Дятел и Клёст сказали, что они зимой будут питаться семенами хвойных деревьев, а их в лесу, видимо-невидимо, так и проживут. А голуби, воробьи и вороны вообще сказали, что проживут зиму вблизи людей и будут питаться крошками, семечками и пшеном, которые для них рассыплют люди. Я всегда даю птичкам крошки. А я делаю с родителями зимой кормушку для птичек. Это ты хорошо придумала. Да, долго шли споры между животными о том, что делать им зимой и как искать себе пропитание. Лишь один медведь ничего не сказал, ведь он не мог поедать, как заяц и лось, кору деревьев, заготавливать, как белка, припасы на зиму. Не мог он и улететь с перелетными птицами в теплые края. Медведь не мог и охотиться зимой по глубокому снегу, как это делают рыси и волки. И тогда медведь решил, я останусь, но с одним условием. Зимой я буду спать в своей берлоге и лапу сосать до прихода теплых весенних денечков. На том и порешили. Вот такая сказка. Ну что, девочки, вы получили ответ на свои вопросы? Конечно. Я тебе не знаю многое про медведев. Вот и хорошо. А вам, мои маленькие медвежата, тоже пора ложиться спать. Так что будем прощаться с нашими телезрителями. До свидания, девочки и мальчики. Спокойной ночи, друзья. Пусть вас оберегает ангел-хранитель. Ночь вздыхает сладко-сладко. Звезды светятся в окне. Малыши в своих кроватках Улыбаются во сне. Дремлет облака в постели. Спят игрушки и цветы. Дети в лунной колыбели Снятся сказочные сны. Белокрылый ангел Сон твой охраняет Над тобой кружится и благословляет Прикоснется нежно В небо улетая Сладко спите, дети Баю-баю-баю Сладко спите, дети Баю-баю-баю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok